здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте товарищи youtube канал альтернативы предлагает вам небольшой материал посвященный белорусским событиям тема нас не оставляет я хотел бы представить вам михаила головкина который не только снимает наши материалы но является интересным молодым исследователем аналитиком политическим активистом и его мнение будет существенно отлично от того что говорил вам я по белорусским событиям надеюсь что это вызовет не меньший интерес чем размышления бузгалина со своей стороны хотел бы подчеркнуть только пару моментов первый нам очень важно помнить и сейчас и всегда что когда мы говорим о белоруссии лукашин к мы говорим о стране где есть разные экономические политические социальные силы слово классовый анализ не очень принято но я хочу именно это сейчас подчеркнуть проблема лукашенко это не лукашенко как таковой это особый тип капитализма который сложился в белоруссии и поэтому когда мы говорим об этом имени мы говорим именно об этой особой системе бюрократический патерналистском капитализме которым поначалу патернализма было больше чем бюрократии капитализма а чем дальше тем больше особенно в последние два-три года капитализма и бюрократии становится больше чем патернализма антитрудовой кодекс увеличение пенсионного возраста и многое другое тому свидетельство тогда первая ремарка который хотел бы сделать вторая ремарка касающиеся взаимоотношений россии белоруссии очень часто их сводят к тому как поссорились или подружились или как именно поговорили друг с другом президенты белоруссии россии все гораздо серьезнее есть важнейший пласт фундаментальные действительно имеющие культурные экономические исторические основания отношения товарищества дружбы наших народов и другая сторона медали это то в чем заинтересован российский бизнес в отличие от белорусского бизнеса белорусский бизнес капитала в белоруссии капитал россии они конкуренты и здесь товарищество дружбы и братства ожидать совершенно бессмысленно и есть политические отношения когда лукашенко пытается найти наиболее выгодный для себя как политика сохраняющего власть вариант взаимоотношений с западом и россии когда российский истеблишмент политически пытается обеспечить себе политические основания для выгоды и так далее поэтому когда мы говорим россия надо понимать вот эти три разных слагаемых то же самое относится к белоруссии ну и наконец последним даже когда мы говорим о том что лукашенко это наименьший зол как по сути дела говорит михаил головкин на мой взгляд важно помнить что принципиально важно учесть уроки белоруссии формировать третью силу так чтобы не надо было выбирать из двух зол можно было выбирать некоторые все-таки позитивное решение проблемы для этого есть основания для этого есть возможности об этом я уже говорил в своих комментариях по урокам белорусских событий они очень важны для россии вот эти небольшие комментарии мне хотелось бы адресовать вам ну и предложить вступить в диалог причем не только в форме каких-то коротких вопросов ремарк советов критики но и я имею ввиду текстуальных до тексты ну и можете записать свои небольшие видео материалы я не обещаю что мы все тут же разместим на канале альтернативы но обязательно их внимательно просмотрев мы обсудим в нашем коллективе алена михаил денис павел вот они будут принимать решение я останусь в стороне как лицо несколько пристрастных вот обещаю что эти наши замечательные молодые товарищи примут это решение так что ждем ваши видеоматериалы можете предлагать идеальный звук и видео можете предлагать любой из какой хотите звука видео любом случае вся ответственность за то что вы скажете будет лежать на вас но и отчасти на вас потому что мы выпустили вас в эфир канала альтернатива сейчас с михаил головкин ваши комментарии после этого и заказы на продолжение темы с вами был александр гузгалин здравствуйте ситуация с протестами в беларуси достигла шаткого равновесия самоназначные лидеры разношерстной оппозиции не могут собрать силу в кулак нанести решающий удар по ненавистному режиму рядовые протестующие слова представляют цели и задачи протеста за пределами лозунгов перевыбором и свободу политзаключенных правительство александр лукашенко не готово преодолеть попытку перевороты политическими и силовыми мерами условиях резкого падения популярности после жестких действий силовых органов нет смысла подробно повторять плюсы и минусы политической экономической ситуации приведших к протестам в беларуси об этом уже хорошо и подробно рассказали многие в том числе олег камулов и константин семин республика беларусь развитая капиталистическая страна с высокой долей присутствия государства в экономике значительными социальными гарантиями для граждан и низкой социальной активностью с одной стороны республика беларусь имеет значительное достижение в экономическом и социальном плане доля активов госсобственности высока в 2012-2016 годах она снизилась 54 до 45 процентов тогда как в россии она составляет не более 23 процентов в госсекторе занято чуть более 39 процентов работников индекс реального ввп беларуси в 2019 году составил 200 процентов от 90 года в россии 124 процента индекс джини 25 процентов против 37 процентов россии бюджетное финансирование здравоохранения образования также заметно превышает логичные российские показатели обратная сторона ручного правления президента в экономике или политике зачистка политического поля от оппозиции сокращение сроков трудовых договоров и рост пенсионного возраста низкая политическая активность как сторонников так и противников власти запрет на создание независимых профсоюзов про финансы молодежного и студенческого движения очевидно что в случае сохранения прежнего курса ведь тенденции будут все более углубляться верно ли что система государственной власти беларуси неизбежно должна была привести к недовольству ей большого числа жителей да еще удивительно что это случилось так рано с учетом того что соседи с запада и с востока все эти годы прикладывают усилия по ликвидации этой системы белорусский госчиновничий аппарат принципиально отличается от своего аналога в россии хотя бы тем что в значительной мере избежал связи с бизнес-криминами накругами делавшими состояние на разграбление госпредприятий в значительной мере управляющей государственной властью современной россии с этой точки зрения он более так сказать лимпинизирован неудивительные тенденции и стремления ряда политических и экономических деятелей беларуси в сторону большей определенности в сторону сильной капиталистической руки многие рассуждающие по ситуации в беларуси обходят стороной ключевую важность того факта что беларуси попадаются в ферме прямых экономических и политических интересов как российской лекархии так и бизнес политических кругов ряда стран ес причем наиболее реакционных между тем именно это влияние определяла деятельность белорусского правительства в последние 25 лет как в части сохранения значимых элементов советской модели так и в неизбежности постепенного отхода от этих элементов основным субъектом протестов начавшиеся в беларуси после последних выборов президента очевидно являются либеральные националистические круги опирающиеся на ряд европейских стран и частично на российской бизнес-круге подавляющее же большинство протестующих слабо понимают цели своей борьбы и поэтому являются объектом прямых манипуляций коммунисты и прочие левы опять не смогли оказать на происходящее значительного влияния основной вопрос сейчас стоит в следующем признавая слабость левых белоруссии каков формат активных действий в условиях активной фазы протестов против протеста лукашенко нужно признать верным а какой ошибочно видны четыре основной модели борьба с режимом лукашенко вместе с либеральной оппозиции надеюсь во время борьбы набрать авторитет а затем в условиях привившейся свободы слова добиться роста влияния своих идей эта позиция например партии справедливый мир или ей же придерживаются партия европейских левых вариант 2 борьба и и против режима лукашенко и против либеральной оппозиции продвигая свои идеи рабочей студенческой солидарность право на забастовки самоуправления и т.п. участникам протеста вне зависимости от того кто победит в итоге эти идеи высказываются в материалах марксистов белоруссии вариант 3 борьба против либералов и очень уличных протестов в рамках конституционной оппозиции к правящему режиму эта позиция коммунистической партии беларуси например отказ от активной борьбы как четвертый вариант на данном этапе сохранение кадров под репрессией со стороны победившей стороны необходимо набираться теоретического опыта анализировать практику протеста и так далее эта позиция также встречает поддержку значительного числа активистов какая из этих позиций адекватна современной ситуации как и во времена украинского майдана белорусские левые не смогли стать значимой альтернативой для широких масс людей в этих условиях действие левых в первую очередь называющего себя коммунистами должны оцениваться из ответа на вопрос победу какой из двух сторон конфликта они видят наибольшим злом и соответственно на противостоянии какой из них следует бросать свои немногочисленные силы и ресурсы как частное развитие этой темы полезно было бы дать ответ на простой вопрос что вы можете противопоставить разграблению госсектора неизбежному в случае свержения усатого тирана со стороны белорусского европейского бизнеса вы же ведь не думаете что уничтожение или как минимум поглощение успешного конкурента для него не станет приоритетной целью полезно также проанализировать то где оказались те украинские левые что во время майдана выступали против прогнившего режима надеюсь когда-то потом оседлать протестную волну но как получилось или думать что беларуси все будет по-другому вот получается что позиция 1 и 2 на самом деле одно и то же по факту ее сторонники играет на стороне либеральная позиция объективно делаю свой небольшой вклад в демонтаж белорусской системы все минусами но и с плюсами тоже декларация борьбы с теми и с другими в данных конкретных условиях подчеркивает и конкретно сейчас невозможно объективно до этой видно становится с практики сторонников третьего пути за последние недели краткий итог с точки зрения социально-экономической ситуации в стране белоруссии есть что терять делая ставку на перемены здесь и сейчас потери неизбежно будут значительнее чем возможное приобретение скорее всего временное если у правительства лукашенко есть две альтернативы развития дальнейшее закручивание гаек с неизбежным крахом в конце и постепенно демократизация общества с отсечением иностранного влияния на внутренние дела то либеральной националистической оппозиции выбор только один приватизация экономический раздел госсобственности лишение белоруссии политической и экономической самостоятельности для его обязаны подчинять свои действия не эмоциональным оценкам действий властей а тем изменениям которые неизбежно произойдут после окончания активной фазы протестов тогда можно будет делать практически шаги в сторону третьего четвертого и так далее пути а а а Субтитры создавал DimaTorzok